Дневники второго сезона Central Asia's Got Talent вновь в эфире. Прослушивания продолжаются. Позади пятый эпизод шоу. Членам жюри с каждым разом всё сложнее говорить «нет», но победитель может быть только один. Поэтому приходится полагаться не только на свой профессионализм, но и на интуицию. Кто из участников сможет удивлять и дальше? Хватит ли у них запала и фантазии для следующих этапов? Конец прослушиваний уже близок, и напряжение растёт. У меня песня «Рай зап», я чуть-чуть это... Там есть какая-то часть, которую никак не могу сейчас, получается, стабилизировать. Ну, думаю, всё нормально будет. Да, это от волнения. Нам надо постараться максимально успокоиться, чтобы не подвести... Блин, я волнуюсь. Кажется, есть честь посреди сознания. Да не волнуйся ты, чё ты, это конкурс. Ничего, как бы... Спасибо. Страх, это твой первый враг. Усталась. Усталась. Вы знаете, что хорошо? Я... Слушай, знаешь, я сегодня совсем не успешен. Я рада, друзья, я наступаю. Очень не переживаю. Всё будет хорошо. Документы, никого нет. Есть только сцена, музыка. Я с тобой. Да? Да. Поддержка и дружба неизбежно возникают на нашем проекте. И они необходимы, ведь за кулисами могут возникнуть не только проблемы с волнением. Обычные бытовые неурядицы тоже случаются. Я хотела грим делать с себя, и мазывала что-нибудь, и вдруг видела, что там запах. Видела, уже мое платье зажигает. И видела, оказывается, здесь лампочка, и зажигала. Чёрного прямо стало, это белого цвета платье. И плакала, нервничала. Вдруги ваши пришли, и они меня спокоили. И сказали, что ничего не будет страшного. Хорошо, что это прошло. Я шила просто. Продумала, что может сшить, чтобы закрыть этого чёрного. Вот здесь, да, конечно, вот здесь было, шила я, вот здесь было. А и здесь я не смогла, осталась. Здесь тоже привыкли бы сделать вот это. Общими усилиями платье Шабнам Абдул-Лаза удалось спасти. Да так ювелирно, что никто и не заметил. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то кто-то вышел на сцену с нашим национальным инструментом. Кяман-ча. Да. Очень. Да. Вы мне скажите, вот не сложно было привезти в Казахстан эту кяманчу? Не кяман-ча, но сложно было привезти это платье вообще. Да. Ну что, приступим. Во-первых, очень красивый подход к вашему выступлению. Креативный подход к вашему наряду. А ещё и позитивное настроение. Ну, боже мой, вы просто чудо. Вы просто чудо. Вы смогли нам показать. Тем временем, в ожидании своей очереди, участники проекта активно знакомятся. На шоу приехало много детей, которым интересно всё происходящее вокруг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, фокусники и иллюзионисты точно знают, как занять публику в ожидании. И удивить они смогли не только жюри и зрителей, но и друг друга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня впечатлил с Узбекистана, кажется, был парень, который показывал фокусы с кубиком Рубика. То есть он именно показывает фокусы только с кубиком Рубика. И он делает невероятные вещи даже, которые мне взрывают мозг просто. Он не показывает остальные фокусы, он показывает именно с кубиком Рубиком, но это прям смотрится как реальная магия невозможная. Я занимаюсь спидкубингом, это когда собираешь кубик Рубика быстро, на скорость. И ещё я занимаюсь головоломками, собираю большие кубики, могу собрать картинки с помощью кубика Рубика. И я показываю фокусы с кубиком Рубиком. Они говорят, что это специальный кубик, что у него есть кнопка, и он сам собирается. Но это не так. Участник из Таджикистана Ардашер Ашуров признался, что впервые показывает своё умение на публику. И зрители проекта Central Asia's Got Talent будут первыми, кто это увидит. А теперь возьмём вот такой бумажный цилиндр, я просто не знаю, как он называется. А теперь этот разорванный кубик просто нужно бросить через него. И как бы... Конечно, выступление Ардашера не оставило судей равнодушными. И похоже, что он не сразу осознал происходящее на сцене. И несмотря на одно «нет» от Ситоры... Я Ардашеру говорю «нет». ...он всё же прошёл в следующий тур. Поздравляем, Ардаше! Поздравляем! Волнуешься! Радостно! Позволь себе все эмоции. На самом деле мы очень волновались за тебя, потому что у тебя было одно «да», одно «нет». И Сирик с ответом затянул. Ну что, у тебя есть заветные три «да». Так, вдох, выдох, не волнуйся. Ух, самое страшное позади. Ух! Всё. Поздравляем! У меня такие смешанные чувства, волнение и радость. И я сам не понимаю, что сейчас чувствую это впервые так. Но участник очень добрый, все отсыщие, они не закрытые, как я. Они с нами подходят, разговаривают, общаются. Со всеми уже познакомились. У меня уже пару друзей есть здесь. Ну и после программы, после этого шоу тоже остаемся друзьями, наверное. Интересно совпадает с ними. Всем привет! Меня зовут Дастан. Это моя подруга Айша. Всем привет! Мы здесь, как видим, очень много людей, общим накопителем. Смотри, здесь проходят съёмки. Мы зашли в эту комнату. Это участники казахстанской группы ММ-дэнс. Свои таланты они уже продемонстрировали в третьем выпуске шоу. Поэтому в свободное время ребята с азартом исследуют за кулисье и знакомятся с членами съёмочной команды. Здравствуйте, кто вы? Я? Да. Я стилист этого проекта. Круто. Вы прям хорошо выглядите сегодня. Спасибо. А вы у нас... Мы ММ-дэнс-группа. Сейчас мы проводим рекламный ролик. Удачи тебе. Спасибо. Пошли к деде Руслану. Посмотрим, что там на сцене. Да, мы здесь выступали. Мы очень боялись. Здесь у нас происходила съёмка. Как мы готовили к съёмкам. У нас такая задумка была. Нам оператор сказал, что мы зашли сюда. Мы здесь спрятались и вышли вот так вот. Потом мы здесь начали типа растягиваться. Там дядя Руслан нас контролировал. Здесь у нас дядя Руслан. Здравствуйте. А вы кем работаете? Я работаю администратором. А что за эти коробки? Это лед-экран. Экран для чего? Дядя знает, он их устанавливал. Здравствуйте. Как вас зовут? Сейчас от сцены ребят отделяют только кулисы. Именно здесь конкурсанты делают выдох перед погружением. И выходят на знаменитую сцену под четырьмя иксами. А дальше остаётся выложиться на сто процентов и сделать так, чтобы ни один из этих иксов не загорелся. Обычно зритель прощается с участником вместе с судьями. Члены жюри выносят вердикт, и конкурсант уходит со сцены. Но съёмки не заканчиваются на выступлении. У нас здесь первый раз была съёмка, и мы зашли вот сюда. Тут свободно. Здесь свободно. О, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Рома. Приятно познакомиться. Меня зовут Тайша, это доставка. Да. Мне приятно. Чем вы занимаетесь? А, мы здесь снимаем интервью участников после и после тренинга. А вы можете заходить? Да, дети. Конечно, можно заходить. А вы не работаете. Привет, детишки. Меня Султан зовут. Я фотографом работаю. Меня еще? Очень приятно. Меня зовут Дастан. Очень приятно, Дастан. Вот я фотал жюри. Сейчас вот надо обработать, видишь, на зелёном фоне. Круто. Это очень интересно. А где Ситору? Ситору я еще не успел выгрузить, пока вот над одним жюри работаем. Прикольно. А это очень сложная работа? Она не сложная, она очень интересная и творческая. А сколько фотографий вы примерно вырабатываете в день? Смотри, достал. В день я фотографирую около тысячи кадров, тысячи фотографий, но на обработку красивых кадров прям уходит где-то 200. 150-200 в день. Это с обработкой, а так, в принципе, тысяча. А это сложно делать? Или... Нет, просто сидишь вот так вот пальчиком, пык-пык-пык, крутишь. А вы устаете от этого? Нет, я кайфую от этого. Фотограф Султан ожидаемо стал любимцем всех девушек на проекте. Еще бы, кому не хочется заполучить красивые профессиональные фото на память. Мы здесь все фоткаемся. Вот это очень наша любимая тема. Мы здесь вот так фазируем, бла-бла-бла делаем. Смотрите, люди лежат, они отдадут. Отдыхают. Скажите привет. Привет. Мы все устали. Пока одни отдыхают прямо на полу, другие участники активно готовятся к выступлению. Три, пять, шесть, семь, восемь. Смотрите, Катя, Дарина, Катя, Руфина, Милана, Аришка. Как вчера мы делали? Три, пять, шесть, семь, восемь. Просто не понялись, идти мы сюда. Давай сейчас пару раз порепетируем, посмотрим. Все, завтра так же, с таким же настроением. Прошу, не волнуйся. Сделал дело, гуляй смело. Это как раз про наших участников. Инструменты настроены, распевка прошла по расписанию. Пора ознакомиться с загадочным и древним Туркестаном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Вы рисуете этот мавзолей, да? Этот мавзолей, хозяй Ахмад Юсави, он очень известный мавзолей. Весь мусульман, весь турки каждый раз приходят сюда. Он очень знаменителен, памятный. Хорошо, что вы рисуете этого. Я каждый раз, когда прихожу сюда, мне очень интересно. Свидетельство древней эпохи не оставили равнодушным и участника из Таджикистана. Музыкант Сардор Солиев захватил с собой на прогулку инструмент. И улицы древнего города заполнили звуки не менее старинного тамбура. Музыкант Сардор Солиев Это из нашего великого певца, из репертуара Содирхона Холфиза. Я сейчас взглянул на эти прекрасные исторические места. И хотел эту песню на этом месте спеть. Музыкант Сардор Солиев В этом году география проекта вышла за рамки пяти стран, в которых проходил кастинг. Показать свой талант на сцене приехали люди из ближнего и дальнего зарубежья, которых Казахстан не оставил равнодушными. Меня зовут Альфия Анигматуллина, мой псевдоним Ялфи. Мне 29 лет. Я представляю Республику Башкортостан, Россия. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Моночко Марпуня, он дитимитексен. Вау, как здорово. Откуда вы? Я из Индии. Я, в принципе, выросла в России. Просто каждое лето я приезжала в Баку, в Кроуд, с диньком и так далее. А сейчас, то есть я услышала про кастинг, мне было очень интересно поучаствовать, было очень интересно, достаточно ли мой уровень, смогу ли я пройти. Я прилетела и у меня получилось. Я играю там Каманча, и они меня, когда я вступала в Лофтенштейн, я познакомилась с норвежскими музыкантами, и они меня приглашили в Норвегию. И вот мы жили в Норвегии, и в Грузии тоже у меня было проекта. Мне очень нравится здесь. На мой взгляд, Казахстан – великая страна. У вас живут очень добрые люди, которые всегда уважительно относятся к иностранцам. Мне это очень нравится. Несмотря на то, что часть участников после этого этапа уедет домой, узы дружбы, зародившиеся на этом проекте, теперь уже надолго свяжут жителей тюркских стран. Это были дневники второго сезона международного шоу «Central Asia's Got Talent». Впереди еще больше талантов, выступлений и, конечно, закулисных историй. Хотите знать, что происходит за пределами сцены? Не пропускайте дневники проекта на площадке iTube. А за выступлениями участников можно следить в эфире телеканалов всех стран-участниц. Это НТК и Туркестан ТВ в Казахстане, телеканал «Сафина» в Таджикистане, КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане, телеканал «Севимли» в Узбекистане и «Хазар ТВ» в Азербайджане. До встречи в шестом эпизоде «Central Asia's Got Talent». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok